Девушки отдыхают Новичок, просто будь начеку. Никогда не знаешь, кто всем заправляет сегодня, а кто завтра. И держись подальше от портового склада. Люди решат, что ты воруешь оттуда. Скажем, это нечто вроде шила в заднице у Инквизиции. В смысле шила в заднице? Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. А если ты убиваешь кого-то... Вы выбиваете из меня дурь? Точно. И потом мы тебя убиваем. Что еще мне нужно знать? Много неприятностей можно причинить людям и без того, чтобы нам понадобилось выбивать дурь. Конечно, они не станут с тобой после такого разговаривать. Что же делать, чтобы этого избежать? Во-первых, не доставлять неприятностей. Что если неприятность случилась? Тогда будешь разбираться с тем, что случилось. Должен же быть какой-то способ улаживать проблемы. Хм. Кажется, у магов есть заклинание. Заклинание-шутка. Серьезно? Да. Человеку представляется, будто он только что услышал самую смешную шутку в мире. И дальше что? И он забывает то плохое, что с ним произошло. Где мне раздобыть это заклинание? У магов, наверное. Их много в монастыре. Кучка вероломных предателей. Многие из них сотрудничают с Инквизицией. Некоторые околачиваются в городе иногда. Кто ты? Я Эдгар. Начальник городской стражи. Ну, был, по крайней мере. Пока не появилась Инквизиция и не выжила Эстебана. Я не самый большой его поклонник, признаю. Но он хотя бы здесь. Почему ты не обучаешь рекрутов? Скажем так. Мы с Инквизицией расходимся во взглядах на законы. Я считаю, законом требуется гибкость. Зачем арестовывать каждого мелкого воришку? Но Инквизиция ни на что не хочет закрывать глаза. Они подрядили одного из моих бывших стражников. Арика. Натсирать с арекхутами. Он мастер и обращается с ними, как полагается. Хотя в последнее время кажется, что он немного озабочен. Должно быть, ты хорошо обученный боец? Владею мечом и арбалетом. Меч годится, когда враг близко. А арбалет, когда он пытается бежать. Ты можешь обучить меня? Научить тебя? Конечно, хоть какое-то занятие. Но я не стану учить тебя за даром. Нет. Я не дам тебе ничего. Я выгляжу так, будто мне что-то надо. Все чего-нибудь хотят. Обычно денег. Ты один из парней Дона? А от тебя ничего не укроется, правда? Так что же здесь происходит? Ничего особенного. У меня связаны руки, пока эти проклятые белые мантии не спускают с меня глаз. Почему белые мантии следят за тобой? Потому что они знают, что я их ненавижу. И они считают меня вором. А ты вор? Конечно, нет. Раньше я даже предлагал защиту торговцам. Чтобы тебе за нее платили? Так делают дела. А теперь... Теперь Карлос только и ждет повода, чтобы вышвырнуть меня из города. Но я не доставлю ему такого удовольствия. Ты Леонардо ищешь? Меня зовут Гард. Я на него работаю. Малый гербарин. Ты эликсиры продаешь? Разумеется. Отличное качество, гарантированное действие. Все покупают у Леонардо. Кроме тех слабаков, что не вылезают из постели из-за любой пустячной ран. От таких мне выгоды никакой. Как идут дела? Не на что жаловаться. Все хотят быть здоровыми, а? В этом городе мало кто продает эликсиры. А из города просто так не выберешься. Только у меня запасы подходят к концу. И как они кончатся, все. Какие припасы тебе нужны? Учебные растения, корни и травы. Все, что нужно для целительного снадобья. Сколько ты заплатишь за припасы? Золотом заплатить не могу. Мне самому все монеты на последние пригодятся. Могу, однако, поменять эликсир на растения. Надеюсь, это будет хороший эликсир. Это будет эликсир жизненной энергии. Ты будешь здоровый и сильный. Только не пытайся мне засохшие сорняки впарить. Я знаю, что мне нужно. Сколько растений тебе нужно? Десяток лечебных трав, пять растений и пара корешков. Посмотрим, что удастся собрать. Хорошо. И пока ты не ушел, если вдруг захочешь что-нибудь купить, лавка открыта. Вот растения, которые ты просил. Отлично. Приятно иметь с тобой дело. А вот и обещанный эликсир. Какие эликсиры у тебя есть? Обещанный эликсир. ! Продолжение следует... 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 Хм. Ты представляешь, во что ввязываешься? Дон Эстебан ненавидит тех, кто его обманывает. И я тоже. Я мог бы работать на тебя. Здесь квартал Толстосумов. Здесь нельзя вот так запросто ходить от двери к двери, собирая деньги за защиту. Проклятые белые мантии повсюду, и они всё видят. Итак, что делать? Прежде чем я покажу тебе свои приёмы, ты должен сделать кое-что для меня. Что тебе нужно? Дон Эстебан контролирует торговлю брюглом на острове. Урожай собирает алхимик Леонардо. Затем гард, помощник алхимика, приносит его нам. Но в последнее время часть товара стала пропадать. То есть его кто-то забирает? Ты подозреваешь кого-нибудь? Гарда. Я думаю, гард стоит за этим. Почему ты не накажешь его? Нельзя рисковать. Белые мантии могут узнать. И хотя гард трус, я не уверен, что побои заставят его заговорить. Как товар попадает в город? Тебе этого знать не нужно. А что, если товар пропадает по пути сюда? Нет. Леонардо всё получает в целости и сохранности. И что мне нужно расследовать? Гард слишком тух, чтобы провернуть такое дельце. Кто-то платит ему за это. Ты проследишь за гардом, когда он будет доставлять пакеты с травой. И когда он встретится со своим напарником, ты нападёшь на них. Я должен сделать это в одиночку. Я бы с радостью вместе с тобой переломал их жалкие кости, но проклятые белые мантии не спускают с меня глаз. Что я получу, если принесу тебе травку? Деньги. Всё завязано на них. Принеси мне то, что я хочу, и я покажу тебе, как разлучать богатых торгашей с их имуществом. Это всё? Мы готовы доверять тебе ещё больше. Стражник Марчелло вознамерился поймать меня. Назойливая свинья. Нельзя, чтобы он заполучил травку. Что произойдёт, если травка достанется Марчелло? Мерзкая скотина будет преследовать меня вечно. Все в городе знают, что мы торгуем травкой. А если у него появится доказательство, Марчелло будет кружить надо мной, как комар. Мерзкая мысль. Вот почему тебе придётся найти травку и принести её мне. Хорёк пытается отследить упаковки брюкла. Хм. Вот бы достать эти упаковки. Тогда мне как раз хватит улик против него. Я прослежу за Гартом. Хорошо. Гард работает на той стороне. В доме алхимика. Стань рядом со мной или сзади, чтобы он не заметил тебя. Он довольно нервный. Я готов проследить за Гардом. Гард выходит. Отпусти его. Дай ему уйти чуть вперёд. А теперь за ним. Держись на расстоянии, но не упускай его из виду. Пойдёт что-то не так, возвращайся. Ясно? Держись на расстоянии. Держись на расстоянии. Эй, красавчик. Сделаем из тебя настоящего мужчину. Отведаешь Лили, никогда в жизни не забудешь. Спасибо. Не интересует. Ну ладно. Когда у тебя последний раз под боком было тёплое тело? Я сказал спасибо, не интересует. Что тут непонятного? Ну ладно, ладно. Попробовать уже нельзя. Спасибо. 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 Попробери. Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . . , что он тебе дал за это? Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . . . . Спасибо. . 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 Твоя травка у Марчелла. Что? Да он придет в ярость. Он действительно будет в ярости. Сваливай из города. Это твой единственный шанс. Это мой город. Наш город. Ты никогда от нас не избавишься. Мы вернемся. Сейчас начнутся проблемы. Харек уйдет из города. Одним прихвостнем Дона меньше. Хорошая работа. Что сейчас происходит? Я расскажу Карлосу о деле с брюглом Харька и о том, как ты нам помог. Ты заслужил награду. Потрати ее с умом. Захочешь еще? Я убежден. Сможешь найти еще работу. Бандиты все не успокаиваются. О, здравствуй. Тссс. Не шуми так. Или нас обоих схватят. Что здесь происходит? Не так громко. Белые мантии вон там начинают обращать внимание. Если Эрнандес поймет, что я наблюдаю за домом Дона, нам крышка. Ты работаешь на Дона? Ты только что понял? Да, у меня приказ Дона. А когда он приказывает, ты подчиняешься. Дело в том, что мне не помешала бы помощь. Инквизиция и вправду тебя достала? Да? Да. И этот ублюдок Эрнандес устроился тут у входа как у себя дома. Похоже, что он будет счастлив провести здесь остаток жизни, черт побери. А я сижу тут, как идиот. В любую погоду. Что тебе нужно сделать? В этом доме есть старинная фамильная драгоценность, принадлежащая Дону. Золотой амулет. Если белые мантии заполучат его, они отнесут его в свой дурацкий монастырь. И Дон убьет меня. Убьет меня. Потом оживит и снова убьет. Ты хочешь ограбить белых мантий? Ограбить? Они налетели на Харбортаун, забирая все, что им понравится. Дом и все, что в нем находится, является собственностью Дона Эстебана. Я просто собираюсь вернуть ему то, что и так ему принадлежит. Расскажи мне о старом доме Дона. Это вон то здоровенное здание. Белые мантии целыми днями там торчат. Они никогда не уходят. Если ты хочешь туда проникнуть, придется работать ночью. По крайней мере, некоторые из них будут спать. И какого черта ты тут шныряешь? Дай угадаю. Ты, наверное, заблудился, а? Я тут просто мимо шел. В таком случае, я бы на твоем месте шел дальше. Я тебя не знаю. В твоих интересах, чтобы я тебя не знал. У тебя раньше были проблемы с парнями Дона? Естественно. Они спят и видят, как бы снова отбить город у ордена. Вот посмотри на парня на той стороне улицы. Звать Тони. Мозгов у него немного. Болтается тут целыми днями и считает, что я его не замечаю. Он наблюдатель. Выжидает удобный момент для нападения. Надо бы кому-нибудь поумерить его любопытством. Только вот я не могу покинуть свой пост. Говорят, ты держишь плену охотника за сокровищами? Точно так. И он никуда не денется. Если, конечно, не заговорит. Насчет этого охотника за сокровищами. В чем его обвиняют? Он не охотник за сокровищами, а мерзкий вор. И будет сидеть тут, пока не отдаст, что упер. Пока Караско не получит назад три артефакта, три золотые чаши. Этого вора никто отсюда не отпустит. Может, мы как-нибудь можем про все забыть и отпустить его. Ты меня подкупить, что ли, пытаешься? Никто туда не войдет без приказа от Караско. А Ольф оттуда в жизни не выйдет, пока мы не узнаем, что стало с тремя чашами, которые попали ему в лапы. Говорят, когда Дон бежал из города, он оставил в этом доме кое-какие вещички. Да? Например? Похоже, он спрятал здесь золотой амулет. Сущая чепуха. Мы сверху донизу тут все обыскали и ничего. Золотой амулет просто так пропасть не может. Кто тебе эту хрень рассказал? Хитрый ублюдок Тони? Не слушай ты этого психа. Я разберусь, Тони. Буду крайне благодарен. Он уже достал мне глаза мозолить полный день. Хотя мне было бы интересно узнать, что именно ему тут надо. Где этот амулет? Дон упоминал тайную комнату, в которую можно попасть, использовав рычаг, скрытый за картиной. Но как можно найти эту комнату в таком огромном доме, когда он кишит белыми мантиями? Ладно. Я добуду для тебя амулет. Хорошо. Но будь осторожен. Эстебан убьет нас обоих, если Эрнандес заполучит его. Стой! Не шагу дальше! Думаю, я смогу найти амулет Дона. О, серьезно? Да. А если Тони не сможет его заполучить, ему придется делать ноги из города. И ты думаешь, что амулет все еще где-то в доме? Но мы же его обыскали. Может быть, вы просто его проглядели. Думаешь, твои глаза лучше наших? Ладно. Давай, заходи. Давай, испытаем их. Текст имеет отношение к магии. Текст имеет отношение к магии. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Иди и поговори с кем-нибудь другим ДимаTorzok Кстати, к вопросу о подручных Дона Харек был виновен в том, что продавал брюгал в торговом квартале и во всем городе Я положил этому конец Это был очень наглый человек Хорошо, что мы избавились от него Вот твоя награда Кстати, к вопросу о подручных Дона Донни не причинит неприятностей Он пытался вломиться в старый дом Дона Ага Тогда он должен быть рад, что я не поймал его там Отличная работа Вот твоя награда Караска получил три золотых чаши Это хорошо Они будут отосланы в монастырь Отличная работа Вот твоя награда Теперь город очищен от людей Дона Да, я слышал Ни одного из подручных Дона в городе не осталось Этот город и даже Орден у тебя в долгу Ты поможешь мне попасть на обучение в монастырь? Думаю, что теперь ты готов, юноша Если хочешь, я дам тебе рекомендации Мастер Белшвур дал мне свое благословение Действительно Мастер Белшвур очень хорошего мнения А тебя Вот, возьми мои рекомендации Ты заслужил их Теперь, когда у тебя есть мое разрешение Воины Ордена пропустят тебя Ступай в монастырь Там тебя спросят, выбираешь ли ты путь магии Или хочешь стать воином Ордена Ты выберешь свой путь Выбирай мудро Я желаю тебе удачи Привет Если ты хочешь что-нибудь купить Тебе нужно поговорить с Конрадом Я здесь просто работаю Судя по всему, тебя это не особо радует Моя семья уже многие годы продает свой урожай Конраду Мы все потеряли И он сказал, что пустит нас к себе К себе? Он заставляет нас спать снаружи Что ты можешь рассказать мне о Конраде? В его доме полно припасов Но он не поделится ими Если ты пришел ради этого Он и пальцем не пошевельнул, чтобы помочь нам Когда они забрали наших коров А мы знали его многие годы Кто забрал ваших коров? Инквизиция Сказали, что им нужно кормить людей А чем мы сами будем кормиться? Конечно же, Конрад поговорил с Карлосом И его коров не тронули Что с тобой случилось? Ты же знаешь, какие ужасные несчастья Обрушились на этот остров Все эти развалины, которые выросли из-под земли Одни появились прямо у нас на ферме Инквизиция сказала, что нам придется уйти Но мои сыновья Мои сыновья все еще где-то там Они все жили своей жизнью Еще до того, как появились эти твари Я так волнуюсь за них Что глаз не могу сомкнуть Ты не знаешь, где они? Где мои сыновья? Понятия не имею Если ты услышишь что-нибудь Или встретишь кого-нибудь Кто был снаружи Пожалуйста, не забудь спросить о них А твой муж не может помочь? Ингвар? Мы в такой нужде А он пропивает остатки нашего золота в таверне Как зовут твоих сыновей? Старший Беппо Он не захотел идти с нами в город Он вечно попадал в дурные компании Боюсь, сейчас он в банде Дона Уильям поступил на военную службу В Инквизицию А Леон, мой младший Просто ушел как-то ночью Я запомню твою просьбу О, спасибо! Спасибо тебе! Не теряй надежду Я встретил твоего старшего сына Беппа Он в порядке? Я так о нем беспокоюсь Да, он жив Он работает на развалинах Но ведь это ужасно опасно Не волнуйся Он не один С ним несколько сильных бойцов Сколько ты дашь за эту информацию? Я? Я? У меня нету золота Но если ты сумеешь выйти из города Да? У меня кое-что припасено на черный день Парочка шкур А еще серебряный подсвечник Из наследства моей бабушки Они закопаны за амбаром у нас на ферме Какая из ферм твоя? Ферма Которая стоит на дороге к монастырю Там сейчас всем заправляет воин инквизиции по имени Северин Здесь ты найдешь все, что тебе нужно Подходи, покупай Если собираешься просто глазеть или попрошайничать, вали отсюда Я тут работать пытаюсь Показывай товар Чем это так воняет? А? Ничего не чувствую У меня здесь товары наивысшего качества Ты моих покупателей распугать пытаешься? Наверное, с улицы чем-то тянет Так, значит, ты не пускаешь Тильду домой Это она тебе это сказала? Вот ведьма старая Я ее кормлю и пою, а она все ноет Почему бы тебе не позволить ей спать внутри? Тебе какое дело, кого я пускаю в свой дом? Я больше не могу тебе помочь Насчет этого охотника за сокровищами Дело с караска и золотыми чашами закрыто Можешь отпустить пленника Да? Правда? Я нашел три золотые чаши и отдал их караска Точно? Абсолютно Ну ладно Нет смысла тогда переводить продукты на Ольфа У нас и кроме этих чаш проблем хватает Стой тут Сейчас его приведу Эй, там! Приведите сюда пленника Инквизиция тебя отпускает Ловко проделано Не могу сказать, что буду скучать по этой мерзкой дыре К вопросу о мерзких дырах Как бы нам теперь из этого города выбраться? Пойду к набережной в порт и отыщу своих братьев Если придумаешь, как нас из города вытащить, приходи Только убедись сначала, что все на самом деле чисто Ладно? Мы очень не любим попадаться в ловушки Еще увидимся Твой брат Ольф передал, чтобы ты приходил к месту встречи Спасибо, уже иду Меня послал Ольф Вы должны пересечься в месте встречи Замечательно Так с ним все в порядке? Спасибо за сообщение Увидимся Насчет побега из города Я передал твоим братьям, чтобы они сюда приходили Спасибо Очень признателен Так Раз уж вы все в сборе Можете сбежать из города Ты только расскажи, как И мы мигом свалим В кладовке позади борделя мадам Сони Есть секретный туннель Он ведет наружу, за город Отлично Встретимся в кладовке у Сони Покажешь нам там свой туннель Увидимся Голые девственницы и прочие ритуалы Магия может быть веселой Насчет побега из города Я все проверил Путь через туннель чист Отлично Пойдем-ка посмотрим сами, мальчики Когда выберемся, встанем лагерем на берегу городской стены Так что если вдруг будут нужны искатели сокровищ Ты знаешь, где нас найти Ага, на берегу Все, мы потупали Удачи тебе, что бы ты не собирался тут делать Приливы и отливы История о Луне и море